День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме. Новый год 2022. Конечно, принес и какие-то новые интересные открытия. Имена уже можно какие-то подводить. Не то чтобы итоги, но что читают, чем интересуются самые популярные, востребованные книги. Уже прошла, может быть, волна новогодних подарков, когда книги дарили на Рождество, Новый год. Сейчас, ну вот, что читают люди, какие новинки, книжные новинки появились на полках книжных магазинов. Об этом мы поговорим с Марком Гурьевым. У нас на прямой связи представитель сети книжных магазинов «Полярис». Марк Гурьев, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Что сейчас читают? Всем здравствуйте. Что сейчас читают, что сейчас самое востребованное? Это детективы, фантастики, может быть, там из жанров, книги, нон-фикшн. Что сейчас в топе вообще? Вы знаете, читают книги самых разных жанров. И недавняя распродажа в торговом центре «Домино», которая у нас была впервые, ну не то что впервые, а показало, что читатели никуда не делись. У нас были очереди в книжный магазин за книгами, чему мы были страшно рады. И это лишний раз показало, что люди читают, причем читают все. Ну, на самом деле, конечно, очень много, большой популярностью пользуется детская литература, причем, ну, от самых там возрастов, начиная от двух лет до подростковой. Мы, кстати, сейчас в последнее время стали привозить достаточно много серий комиксов, да, что раньше было не столь характерно, да, но, тем не менее, сейчас появилось очень много. Таким образом, молодежь, ну, как подросткового возраста, средний и старший школьный возраст, и даже студенты, да, ну, то есть вот это, то, что молодые и взрослые называются английским термином, да, они страшно любят комиксы, они погружены в эту культуру, и мы вот целую серию сейчас стали привозить, самые разные. Среди них, кстати говоря, есть и российские, очень популярные, это про майора Грома. Да, наверное, самый популярный такой российский комикс, и помимо того, что это только, ну, не только сами комиксы, но сейчас вот, точнее, снова в продаже появилась книжка, вот, как роман, да, то есть не комикс, да, не графический роман, а именно вот как литературное произведение, она отдельно продается, да, то есть вот и ее тоже стали покупать и читать, да, даже несмотря на то, что без картинок, вот, такая, что-нибудь, такое вот. А в Вимельбухе вот эти книжки с картонными страницами, обычные вот, на которых огромное количество всяких интересных картинок. Да, это Вимельбухе, да, они называются, насколько я помню. Ну, в Вимельбухе это, там даже взрослые увлекаются этим, когда с детьми начинают рассматривать, да, они самые, на самые разные темы есть, вот, и тут, конечно, там всей семьей садятся и начинают рассматривать, да, это очень интересное, увлекательное занятие. Ну, на самом деле детских книг очень много, да, и действительно можно выбрать на любой вкус. Кстати говоря, вот недавно, я так буду периодически какую тему мы касаемся, я какой-нибудь еще интересный пример буду приводить. Недавно пришла книжка, чтобы детскую тему, так сказать, чуть-чуть подытожить и о других поговорить, да. Ольга Лукас «Путешествие на край кухни». Такая забавная книжка с котами, да, там очень много красивых иллюстраций, которые нарисовала художник Мария Павлова, которую мы все знаем как автора замечательной книжки «Елка, кот и Новый год». Наверное, многие помнят эту чудесную книжку с великолепными новогодними котами. Мы ее из года в год привозим, ее просто всегда сметают к Новому году, да. Но вот эта художник из Питера Мария Павлова, она еще, у нее есть замечательная книжка и тоже с котами, называется «Путешествие на край кухни». Текст к ней написала замечательная детская писательница Ольга Лукас, это автор такой серии про там следствие ведут кошки-детективы, да, такая российская серия. Так вот, она написала «Путешествие на край кухни», то есть там эта история с одной стороны детективная, как малыши ночью забираются на кухню и что там исследуют, что им там попадается, в общем, как волшебный мир. Там тоже очень много замечательных кошек, которые кошка там их сопровождает. В общем, кто любит Марию Павлову, путешествие на край кухни, и кто любит кошек, и кто любит интересные истории для маленьких, вот, пожалуйста. Марк, а вот действительно, это детская литература, если мы говорим, классика. Вот что сейчас в топе? Старые, условно говоря, вот хорошие советские книжки или какие-то новые авторы, которые появились совсем недавно? Что читают больше? Вы имеете в виду вообще или вот переиздание? Нет, ну вот переиздаются же наверняка как, ну и уже классические книги детские, там Носов, условно говоря, там Незнайка. Ну это, да, это всегда переиздается и всегда востребовано, да, потому что тот же самый Носов, он не устаревает и именно издания, которые используют картинки там первых еще советских изданий 60-х, там годов, 60-х даже, они особенно, да, они ценятся, их переиздают именно с этими картинками и их покупают. Но в то же время я вот хотел сказать, да, что в то же время пользуются, есть же все-таки и, так сказать, новые веяния, да, и вот, например, я просто вспомнил серию, да, про девочку Марусю, так называемую, да, это на самом деле она Мартина, это там «Приключения Мартины», есть такая серия, это большие такие красочные книжки с какими-то невероятно красивыми картинками Марселя Марье, французского художника. И вот я к тому, что, кстати, вот целых пять книг уже этой серии про Марусю Мартину есть, где эта девочка путешествует по всему свету и рассказывает, так сказать, о, это вот такая фишка, да, у этой серии, что она рассказывает именно о современном мире, да, о том, какие бывают разные культуры, о том, какие бывают разные различия, там, расовые и так далее, и так далее, да, то есть такая очень современная, очень такая, очень западная, очень такое новое веяние, да, вот весь этот мультикультурализм, которым детям объясняют уже с детства, но он очень хорошо там объяснен, да, вот в этой французской книжке. Но с другой стороны, да, и старая, и классика не устаревает, да, поэтому как-то очень, ну, можно только порадоваться за современных детей и их родителей, что у них есть такой большой диапазон, да, от классики, да, и до каких-то действительно очень современных веяний, без которых, ну, тоже нельзя, да, ребёнок растёт в современном мире, ему нужно по-современному об этом мире рассказывать. Так что диапазон большой, да. Может быть, перейдём к другим жанрам, там, детективы, фантастика, фэнтези, нон-фикшн, что сейчас тоже читают, что пользуются наибольшей. Да, да, ну, вы знаете, детективов всегда много очень разных, да, я хотел бы так, может быть, чуть-чуть быстренько пробежаться по разным книгам, да, можно всё это назвать нон-фикшеном, да, но тем не менее очень интересным и, кстати, связанным с детективами тоже. Например, страшно популярный, ну, точнее, большой очень интерес вызвала, неожиданно для нас, да, книжка Джона Дикки «Коза Ностра. История сицилийской мафии». Книжку просто разбирают со страшной силой. Ещё раз скажу. Джон Дикки «Коза Ностра», так она называется, «История сицилийской мафии». Книжка, ну, такая очень известная на Западе, да, наконец-то её перевели на русский язык. И там, в общем-то, для всех любителей тематики истории криминала и мафии, потому что это такое целое социальное явление, да, то есть там только используется, не только криминальная сторона, да, но и «Коза Ностра» как социальный феномен, да, как порождение государства, даже можно так сказать, да, потому что автор связывает создание настоящей, ну, вот «Коза Ностра», как мы её знаем, сицилийской мафией, с остановлением итальянского государства, да, очень интересно там у него всё это происходит, вот. И если вот, как бы, идти, так сказать, идти дальше, да, по различным интересным книжкам, я бы ещё отметил медицинскую тематику. Очень много всяких книг выходит, причём со страшными названиями типа «Вскрытие», там, «Дневник судмедэксперта». Да-да-да, как раз из новинок, да, на этой неделе. Из новинок, да. А в следующем привозе у нас через неделю будет ещё одна книжка, там, «Семь возрастов смерти», очередные «Откровения судмедэксперта». Ну, вы знаете, то издательства реагируют на читательский спрос, да, то есть эти книжки, там, несколько они издали, запустили, очень популярны, ну, так и тут же дают, давай переводить ещё, да, то есть народ вот эту тему что-то полюбил в последние два года, уж не знаем почему, так, если иронично, да, ну вот, «Медицинская тематика», «Судмедэксперты», ну, если не о таких страшных говорить, то вот отличная такая книжка Лиама Фаррелла, «Вы точно доктор» называется, это такой семейный врач из ирландской глубинки, Лиам Фаррелл, да, вот он написал с юмором таким, с историями такими из жизни и из медицины, под заголовок имеет «История о сложных пациентах, современной медицине и силе юмора». Это вот в противовес страшным книжкам типа «Вскрытие и семь возрастов смерти», который ещё приедет, вот, вот такие весёлые истории тоже есть на эту тему. Есть интересная, кстати говоря, если ещё о нон-фикшене сказать, да, то пришла большая книжка «Черчилль говорит», да, это такая она, огромнейший том, 30 евро стоит, но как бы он того стоит. Это огромный том со всеми высказываниями Черчилля, с его, там, размышлениями о мире, политике и так далее. Я к тому, что у нас так получается, что Черчилль, даже несмотря на то, что даже вот в России его всё время переиздают, несмотря на то, что как бы идеологические противники, даже враг там, да, и так далее, и так далее, ну, после войны, да, естественно, в противостоянии. Но тем не менее, он активно очень хорошо издаётся на русском языке, да, что достаточно интересно и любопытно. Потом, чтобы ещё чуть-чуть разнообразить тему, скажу ещё про книжку, если по нон-фикшену пробежаться, да, много очень, большой интерес очень вызывают различные книжки про, как ни странно, растения, да, про флору, но не только про животных, это как бы всегда такая тема была. Вот у нас было несколько книжек немецкого лесника, такого знаменитого, да, который рассказывал про, там, скрытую одностайную жизнь растений. Потом растения, вот недавно была книжка «Теневая жизнь растений», там, про растения, которые там, в общем, про яды, да, про ядовитые растения и так далее. Чуть ли не с рецептами, да, как это всё можно приготовить. Что-то вот очень нравится людям эта тема, а я ещё хотел отметить книжку, замечательную книжку Андреа Сахазы, «Деревья» она называется, да, которая… «Как жизни человека и дерева переплетены друг с другом». Да, да, совершенно верно, это замечательная очень книжка, она такой даёт экскурс прям самую, такой, это такой очень интересный культурологический экскурс, сейчас вот модная такая тема, да, вот именно так же, как про яды, да, это такое, как бы, культурологическое исследование, да, как не просто деревья, а деревья ещё в жизни человека, культура и так далее, это очень такая интересная, любопытная книжка, вот, и что ещё хотел сказать про любопытные именно книжки, а, вот, обязательно хотел сказать про книги, сейчас вышло сразу несколько, про ароматы и парфюмерию, вот, как-то не странно, да, это тоже такие культурологические книжки, очень интересные, есть такая Елена Селестин, не знаю, как правильно ударение, кстати говоря, значит, она написала две книжки, тот самый парфюм, и сейчас вышла новая, композиторы ароматов называется, книжка легендарных парфюмеров 20-го и 21-го веков и их лучших произведений, да, потому что о том, как, ну, действительно очень интересная, но кроме этого вышла ещё одна книжка, называется автор, автор Лука Турин, секрет аромата, там тоже очень со своеобразной такой стороны рассказывается о том, как работает вообще вот это обоняние человеческое, почему люди, запахи, как особая такая разновидность памяти, да, почему люди по запахам запоминают события жизни и так далее, тоже очень интересная тема, такая достаточно разнообразная и большой интерес вызывает у людей, хотя, казалось бы, ну, это не детективы и не фантастика, да, вот это я к тому, что детективы и фантастика, они, конечно, всегда там, всегда найдут своего читателя, да, и там будет чего, кстати говоря, через неделю будет у нас новый привоз, и там будет такое, ну, прям тоже пиршество для любителей детективов, поскольку там будет Доната Каризи, новая книга, сейчас вот как раз готовим списочек новинок, будем информировать, будет Мишель Бюсси, вот знаменитый французский такой интеллектуальный детективщик, новая книжка, да, ну, в общем, там прилично будет, я просто, чтобы заинтриговать читателя, там будет, не могу не упомянуть, две книжки русские, значит, первая, это будет долгожданная книжка Александра Цыпкина «Полузащитник Родины», это очередные беспринципные рассказы, так сказать, да, Цыпкина любят, знают, очень весело, а вот что неожиданно, поскольку я еще, так, не слышал про анонсы, неожиданно будет новый роман Веллера, давно не было, который называется «Остров для белых», ну, сложно сказать, насколько он роман, роман в полном смысле этого слова, да, там в аннотации сказано, что это мета-роман, да, но в любом случае, как говорится, это явно будет бомба, вот так вот. – Марк, спасибо огромное, просто я смотрю, у нас, к сожалению, время вот уже истекло. – Затронули уже и будущее, да. – Ждем, ждем нового привоза обязательно. – Спасибо большое. – Надеемся, что заинтриговали и будет чем заняться на выходных любителям книг, чтобы почитать. Мы говорим спасибо большое Марку Гурьеву и продолжится программа «Радио Болтком» с футбольным клубом, затем появится в нашем эфире переводчик, кстати, вот многих английских книг Ольга Варшавер, а затем режиссер Владимир Хатиненко. – Слушайте «Радио Болтком». – Слушайте «Радио Болтком».